В Центральной городской библиотеке имени Михаила Васильевича Ломоносова состоялась презентация третьего издания книги «Заповедная улица» руководителя Архангельской региональной общественной организации Добровольное культурно-просветительное общество «Норд» Сергея Юльевича Клочева. Книга в формате экскурсии знакомит читателей с историей зданий и достопримечательностями пешеходного проспекта Архангельска. На встрече с читателями автор подробно рассказал о сборе материала для третьего издания книги, уточнений сведений о людях, которые жили в этих зданиях, сохранившихся до наших дней, с помощью новых источников и архивных документов. Вот у нас, на Чумбару Лучинского, есть такая табличка «Руководитель Союза работников просвещения, редактор газеты «Известия Архангельского совета» «Борец за ликвидацию неграмотности населения города Архангельска». Вот честь чего она должна быть. Начинается улица, первый и второй дом. Это вот такие дома, говорят, спорта и рынок. Вроде бы к деревянному зодчеству не относятся, но на самом деле эти здания возникли в 80-х годах. В 81-м году дворец спорта, в 82-м году гражданскую жизнь. Но чтобы построить, особенно дворец спорта, надо было перекрытия сделать. Очень длинные перекрытия, которые из бетона не могли сделать. И очень трудно были сделать. Тогда наши архангельские специалисты, СНИМО, был тогда институт, Центральный научно-институт, институт механизированной обработки древесины, СНИМО назывался, Они разработали конструкцию склеивания древесин. И склеили балки 63 метра, которые перекрывают арки. Вот такие 63 метра перекрывают дворец спорта. И это позволило крышу сделать, не делая никаких подпорок. То есть не разместить большое поле, по-моему, 60 метров на 50, и зрительный зал на 2000 мест. Это было в то время, в 80-е годы, это 50 лет назад, полвека назад, это было достижение. В Архангельске дворец спорта был третьим по вмещаемости зрителей в Советском Союзе. Не только Москва и Ленинград. Там же еще у нас 15 республик ходило. Так вот, у нас было третье по вмещаемости зрителей. Ну, а то же самое было и у рынка. Там вот вы зайдете, посмотрите наверх, вы увидите эти клеенные конструкции, которые позволили тоже рынок сделать таким. Один из первых домов, которые есть, это жилой дом Гойникова Екатерины Ивиничной. Я немножко сяду. Конечно, вот это реплика дом. То есть, похожий дом, который был внешне. Во-первых, он отбит слайдером. Конечно, 100 лет назад этого материала вообще не было. Во-вторых, упрощена некоторая деталь этого дома. Но он нам ценен. Но внешний вид, образ дома, очень похож. Я бы так сказал. Когда начинали запомедную улицу, власти ставили задачу такую. Вот мы вам даем образец, внешний образец дома. Вы такой же дом делаете. Но внутри вы можете менять все, что угодно. Внутри вы можете квартиры делать и так далее. Поэтому этот дом современный. Но он ценен чем? Что Гойникова Екатерина Ивинична, это мама Ксении Петровны и деда. Бабушка Ксении Петровны и деда. Поэтому Ксения Петровна выросла в этом доме. Она сама для нас легенда. Но в этом доме были у нас Александр Борисов. Он там пел песни. Музыкальные вечера там были. Деоргий Сидов со своей сухругой. Владимир Александрович Русинов тоже был в этом доме. И многие другие известные люди. Особенно покорители Севера. Да и отец Ксении Петровны, Ген, Минейка, тоже очень интересный человек. Кстати, проект этого дома Минейка и спроектировался. Вот этот дом. Он был, как вам сказать, очень напичкан современным по тем временам мероприятием, а новшествованием. Например, окна были автоматически закрывающиеся. Там был колодец и другое. Раньше колодцев маршальность тут была не у всех. Воду подвозили к бочкам, обычно. Вот другой дом, построенный в 1990 году. Вот у меня про этот дом в книжке написано, то, что он под старым техчежом восстановлен. Останавливаем, значит, но из современных потенциалов, там бетонные основания, там вода есть, водопровод, квартиры современные, канализация и все прочее. Ну, теперь мы его переделали. Если 10 лет назад вот этой лестницы впереди и входа не было, и магазина магии циклов не было, то что был деревянный дом. Я долго не мог найти, кому принадлежал этот дом. Ну вот, посмотрите, запомнили? Вот похож? Особенно крыша. Не похож. Не похож. Несколько? Нет, смотрите, пять ока с одной стороны. Вот крыша, как волоня, да? Вот. То же самое. Это по другой стороне, да? Вот, конечно, у братства норя этого дома сменился. Но сам этот дом такой же. Вот. Этот дом принадлежал, я совсем недавно нашел, в сентябре уже случайно открыл дело, в архиве. В этот дом принадлежал Кучину Панкратию, Кучину Панкратию Тихоновича. Вот. Он стоял на Башской улице, которая, теперь ее нет, она находилась примерно посередине дворца спорта, о котором мы теперь говорили, вот там была. То есть он недалеко переехал, грубо говоря, вот, в этом плане. Летом 1896 года в Анниге, в деревне Кушереке, случился очень пожар большой. И там сгорело сто домов и судно, которое уже почти было достроено. И сгорел дом и Панкратия Тихоновича, и его судно сгорело. Вот это вынудило его и семью переехать в Архангельск. Он был кораблестроителем, и на судах плавал. Поэтому он научил и своих детей. Они тоже были кораблестроители. К кораблестроители зарабатывали очень хорошо. И на Башской улице он купил сначала участок земли со старым домом, а потом построил вот этот дом. Вот как раз разрешение 1902 года, которое дает Панкратию Тихонову Кучину построить вот этот дом. Обычно городской глава подписывал. Умиллятин тогда был городской главы. Вот так поиски домов где-то. Конечно, теперь этот дом частный. Если кто-то частник захочет его восстановить как было первоначально, слава Богу, но вряд ли это будет. Этот другой дом находится на противоположной стороне. жилой дом Адама Яковича Тимофеева. Чем он привлекательный? Он стоит здесь с 1856 года. Его не раз ремонтировали. но вот и последний раз уже в советское время, в 90-е годы. Но вот Тимофеев купил этот дом в 1908 году. Сразу же отремонтировал. Это был купец. Очень богатый купец. он имел много недвижимости в городе, общественные бани на Новгородском, торговые помещения и дома. Дома он сдавал в аренду. Вот. То есть квартиры он сдавал. И этот дом он в нем не жил, он просто сдавал в аренду. Вот посмотрите, чем он включается. На втором этаже окна очень высокие. А на первом очень-очень высокие. Почему? Вот дальше мы постараемся ответить на этот вопрос. Да. дело в том, что сам в отличие от нашего времени не было, что просто дом стоял. Это была усадьба, городская усадьба. Вот если мы говорим о домах, то надо полагать, что у них была усадьба. Вот это Тимофеева каретник. Вот. Каретники это ну само слово каретник. Там значит кроме того, что упряжь для лошадей была, сено было, карета стояла и так далее, но часто и ставили в жилое помещение для кучи, которые за каретником смотрел и за лошадей. То есть и часто вот он тут и жил. И семья его жила. Это были неплохие помещения. Это не комарка была. Это была кухня, это была комната. Четыре, три или четыре помещения были. тоже. водовая головина. Это водовая говорит о чем. Я по-моему в Архангельске не видел больше таких строений. в Архангельске были часто пожары. Чтобы как-то сохранить свой товар, свое имущество, строили кладовые типичные. Вот это одна из этих кладовых. Но вскоре стали их превращать в магазинчики маленькие. и на первом этаже ставили в магазин. И этих товаров там и продавали. Они были во многих местах. На фотографиях если смотри прошлого значит типичные. Вот Николай Павлович Дмитрий Петрович Павлович построил такой кладовую водовой были товары. Хранились колониальные товары кофе, лимоны и даже петроманды из Норвегии. После революции его превратили тоже в склад. Картошку хранили. потом переделали хлебозавод значит и в кондитерскую было очень долгое время в кондитерстве а в 90-е годах был пожар и частный инвестор купил остатки этого и сделал из него ресторан и первую фицеру. Напротив находится дом Николая Павловича Левшова. Это стандартный жанрский дом. Обычно двухэтажный дом без всяких больших украшений. Но самое интересное у него сверху. Смотрите есть пристройка. Это или магазинчик маленький или мастерская или которая сдается в наем или лучше всего сам хозяин использует эту мастерскую или магазинчик для получения дохода. Обычно хозяева жили на втором этаже обычно бывают случаи разные а первый этаж они сдавали в наем чтобы покупать вот этот дом. В этом доме Николай Павлович Шов умер в 13 году и потом это были наследники Иршова их было очень много и так и писали. Дом Брагин может быть слышали по-моему два года назад что сгорел у нас дом Брагин по-моему потому что дом Федора Афанасьевича Брагина не этот дом а самый настоящий дом который он построил находился на советских космонавтах остатки еще до сих пор не разобраны там вот это восстановленный дом в Брагина интересно тут вход в Брагина и балкончик над входом и особенно такая на пирамиду похожая вышка в Брагин в Брагин очень часто делают вот это главный дом усадьбы купца ведякина Петра Дегуревича очень богатого купца который имел лавки и дома на Троицкой проспекте значит но вот в 903 году он решил здесь основать свою усадьбу и сразу же значит сделал заявку на главный дом который мы видим и флигель и коллеги и сарай и так далее но не успел это все сделать умер рано но здесь мы видим самое интересное вход вот он крыша такая покосившаяся да это специально покосившаяся чтобы вода и снег были уходили сюда похоже на перевернутый рояль это крыша это вход такой был только в Архангельск почему чем хорош с одной стороны вот сюда ходили на первый этаж а вот здесь видно вот это на второй или на первый тут на второй тут в общем два входа одновременно и пространство внутри дома под лестницу уже не нужно планировать то есть тепло вот флигель который здесь флигель сдавался в аренду обычно напротив тоже усадьба усадьба Александра Васильевича вот этот дом стоял если вот ведякино дом вообще он изначально вот на этом месте стоял и и стоит то вот вот этот флигель он построен заново по старому чертежам вот здесь дом Александра Васильевича Ананина перенесен с Троицкого не перенесен он раньше стоял так скажем на Троицком проспекте Троицкий и Иоанна Кронштадтского вот на углу переналишал в библиотеке Добролюбова там хранились книги вот честно а потом когда расширяли Троицкий проспект его отца разобрали не разобрали разломали а здесь построили новый перенесли это значит из старого материала пометили где какое бревно лежало разобрали и тут собрали снова нет этого не было тут на Чубаровке один дом только так сделали я потом покажу его которые перенесли все остальные остановили или стояли на этом месте все или сделали замок по чертежам которые были вот этот сделать замок конечно видите во первых его разделен колоннами значит вверху очень фронтоны сделаны на окнах то есть очень богатые украшения вообще в этот дом 1872 года купец Александр Васильевич Ананин торговал хлебом хлебопродукты вообще у него три брата было и все они этим занимали вот в 72 году построил дом через 8 лет уже перестраивает этот дом перестраивает следующим образом дело в том что все дома в Архангельске были на большом подклейке то есть под первым этажом большие дом первого чтобы зайти в дом надо было по лестнице подниматься почему потому что холодно у нас земля холодная вот ну и поэтому большие подклейки так вот в конце 19-го начале 20-го века пошла такая мода пошла что подклейки стали переделывать под живые помещения стали немножко поднимать дом и там в подклейке устраивать комнаты и целые живые помещения и это живое помещение можно было сделать варенье и получать доход то же самое сделал и купец ананин поэтому вторые этажи видите на втором этаже очень высокие окна а на первом поменьше окна вот так же можно определить и почему дом давно построен или нет по окнам обычно строят одинаковые окна на первом и втором этаже здесь вот отделка под кирпич я еще о другом доме мы будем говорить Степане Васильевич это брат Александра Васильевича но я хотел сказать вот Алексей Васильевич еще у них был брат его дом тоже сохранился вот три брата и три дома сохранились архангельскими у Алексея Васильевича дом находится на банковском переулке значит там усадьба целая она восстановлена очень красивая никто не видит это строительство не видно строительство по банковскому мало кто ходит вот но Алексей Васильевич очень успешный был купец он где-то ну бездетный детей у них не было и в 70 лет он усыновил мальчика обучил коммерческой деятельности и он продолжил дело вот Алексея Васильевича сам был очень меценат хороший он не жалел денег и для церквей и для школы и так далее вот такая семья у этого дома теперь дом Куницына Куницына Мария Тимофеевна я могу до вечера посчитать да да ну самые интересные бумаги рассказываешь я еще половину убрал вот значит я не могу про Куницына Мария Александра Тимофеевна рассказывать которая построила в 910 году этот дом в 910 году она получила разрешение очень предпринчивая была женщина как многие женщины у нас на севере и я хотел обратить что этот дом восстановил музей Малых Карел вот и это одна из экспозиций Малых Карел в него можно зайти в него можно познакомиться с семьей значит Тимофеев Куницына и Тимофеев тоже вот и и так экспозиция как жили наши архангелогородцы вот зажиточные в начале прошлого века обратите внимание на трубу трубу на мелкие детали все это специалисты Малых Карел восстановили это на многих домах не увидят а вот у Анатолия Куницына вот это дело это все можно увидеть антонова антонова феодосия григорьева григорьева значит тоже у него несколько домов он купил участок переделал в этот дом и вот восстановлены как раз мелкие детали особенно конечно наличники которые на окнах вот если будете проходить мимо посмотрите этот дом тоже Антона построил для дочери вот но в 1914 году модерн вот 14 год от 17 до 18 недалеко пришли интервенты к нам и в этом году разместился разместился управление старшего транспортного офицера британского адмиралтейства то есть штаб англичан разместился который пришли нас покорить дочери понравился англичанин и когда в 20-м годах англичане бежали в конце 19-го она тоже бежала то есть дом без хозяина остался вот итак сегодня в этом находится институт открытого образования это здание и оно реставрировано и очень хорошо да и оно напоминает как раз и об интервете напротив находится дом адвоката Никольского Николая Васильевича проект 1913 года но вот частный дом то есть не одно частное какого-то а просто живой дом вот и жильцы его смотрят за ним как могут вот и например цоколь они отделали плиткой что никогда в Архангельске не было кольцо металлической решетки тоже такого у нас не было и плиткой тоже значит это говорит о том что нету единого плана как можно содержать нашу заповедную улицу но здесь очень хорошо крыльцо тоже с пермитальной башенкой и так далее вот живую настоящий был дом адвоката Никольского до недавнего времени и можно и сейчас увидеть я не знаю забором обнесено или нет он находится напротив титана на советской космонавте вот он там был недавно его выселили выселили были люди и он продан или дан в аренду не знаю но город определил для него собственника за 1 рубль квадратный метр в город погоним чтобы он привел его в настоящее нормальное состояние и он теперь разрабатывает проект реставрации этого то есть у нас будет два дома не хочет жилой дом фикамирова анны ардавиновой значит он на этом месте находится то есть вот как бы его не переносили мы не разбирали только ремонтировали посмотрите я приведу из архива вот так он планировался несколько есть отличия но в принципе очень желала очень владельца этого дома чтобы он был построен на этом месте у нее стоял другой дом она она перенесла его вглубь участка вот потом он сгорел потом уже появился этот дом несколько раз она просила разрешения на строительство этого лейтинга в 11 году и подписывали снова разрешение жилой дом Остиной во первых многие дома записывались на женщин то есть не на мужчин а на женщин хотя платили мужчины за это почему потому что мужчины у нас сходили в море значит и часто погибали и чтобы семья потом не осталась и дети не остались без крыши над головой дом записывался на женщину поэтому вот так Ксения Алексеевна она была очень предприимчивой женщиной в 905 году она делает ремонт этого дома дом в конце 19 века построили и вот этот балкончик делает в 905 году потому что как бы балкончики были в моде тогда вот я сказал вам это есть следующий год дом находится Владимира Николаевича Вещнякова напротив он характерен тем что вот это проект 2015 года редкость это два баранды входа то есть один с Троицкого ой с Чубара Мучинского а другого справа там есть вот тоже парад вот Экер или балкон во всю ширину дома это тоже встречалось в Архангельске но не так часа Вещняков был тупец тоже предприниматель и делал судно 300 и так вот еще каменная застройка лечебница Петра Александровича Дмитриевского обращает на себя внимание и очень известна Митриевский приехал в конце 19 века в Архангельск в начале 20 ой да 20 и его практика лечения водными процедурами и электричеством тогда это было модно значит это привлекло к нему много пациентов особенно состоятельными поэтому он накопил денег и в 911 году получает разрешение построить покупает место и построит вот такой большой дом первый этаж этого дома это была лечебница а второй этаж это было жилое помещение где он жил с семьей причем когда брали налоги помещение которое для лечебницы не учитывалось оно считалось общественно значимым помещением и не учитывалось для налогообложения обложения вот здесь это перекресток Барлучинского и Володарского или театральный который Робен вот современные здания справа и слева почему находятся дело в том что недалеко от этого места вот за этим домом там находился завод металлоизделий после войны до 41 года и во время войны и там делали не машины а вот делали приспособления вот вот это приспособление значит газогенератор вот делали на этом заводе вот это приспособление давало позволяло машине в качестве топлива использовать драма уголь топ шишки вот то есть и бензин ездит поэтому это считался военное предприятие и когда немцы бомбили Архангельс они хотели разбомбить это место и поэтому вокруг падало очень много дом к сожалению они к сожалению они повредили очень много жилых домов которые вокруг были но к счастью так и не разбомбили завод который занимался устанавливал газогенератор поэтому вот тут коммунальная технику это вот на месте как раз разбомбили и вот школа открытая школа сменная тоже она на месте сожженных домов немцами она чем характерна эту школу делали пленные немцы после войны в 49 году она была сделана обучались очень многие люди я не буду перечислять ну и что еще хорошо появляются малые архитектурные архитектурные формы на чем барки вот эти часы которые чудила дом чудинова Андрея Степановича этот дом стоял на набережной теперь там находится пенсионный фонд представляете да вот сохранились резные наличники декоративная обшивка этого дома очень интересен балкон над входом что обычно не было очень большой дом чудинова он был лесопромышленником в 1900 году он основал фирму по продаже леса за рубеж и внутри нашей страны у него была торговля с Европой Америкой Африкой Австралией и многими другими странами для этого он построил это надо быть организатором организовать фирму и построил лесозавод в цивилии на этом лесозаводе работало 500 рабочих для нас это вроде бы ничего но я хочу сказать что в среднем на заводе лесной промышленности в России в то время работало 53 человека а у него 500 то есть это был огромный завод по тем временам завод сгорел в 1912 году он не опустил руки ему занял деньги вам ему дал вам под его организаторские способности он построил завод который был в два раза больше еще того который до этого и выпускал гораздо больше древесин а наша беломорская доска в то время ценилась на английской бирже куда где продавали в два раза дороже чем финская потому что лес был очень хорошим то есть вот этот дом говорит не только сам дом но и о том какая лесная промышленность была и какие у нас были предприниматели и так далее школа Бурчевского это один из домов один из домов который сохранился после бомбежки вот я говорил в бомбире дом там ближе к поморской леса мы увидим что разбомбили вот детская школа бомбежки вот он и остался вот его за ним ухаживает он государственный областной поэтому деньги выделяются и эта школа это очень хорошая вот я не буду говорить что что это за школа и так далее вы все знаете вот этот дом он такой же как напротив вот о том доме мы будем говорить это просто копия того дома и так далее но я хотел сказать что на этом месте до революции стоял кинотеатр кинотеатр вулкан в 1913 году вообще кинотеатр в Алан-Хаминске появился в 1906 году первый кинотеатр вот вот в вулкане было 14 рядов по 17 кресел вот там в книжке если на смехе библиотетели книжку прочитаете какие фильмы были значит с 5 часов до 12 часов вечера можно было посетить кинотеатр не с утра но с 5 вечера билет стоил 45-75 копеек в зависимости от места школьникам на свободные места продавался за половинную цену вот а вот это второй дом который рядом в школе Бучерского стоит он вот внешне он такой же как и 100 лет назад с лишним а может быть и 120 лет назад дело в том что тот дом в 90-х годах уже развалился его разломали и по этому же построили дом то есть планировка внутри другая но внешне он такой же особенно то что выходит на Чумбаро Глупчинское телефон что я хотел сказать по телефону что он появился в 1876 году в Америке американец Белл его изобрел а в 1880 году через 4 года уже появился в Архангельске им пользовались уже в Архангельске то есть предпринимателям чтобы не гонять лошадей за 15 километров или за 14 они провели телефон вот то есть новшества которые возникали в мире в Архангельске появлялись волнею нос то есть не ждать и как и платья которые женщин значит я не говорю что теперь но у нас мастерская была где десяток швей выписаны были из Санкт-Петербурга они работали и наших женщин жили платья самое лучшее платье привозили в Архангельске это полпорт была международная торговля ну а вот этот телефон общественного значения таксофон он установлен здесь в 17 году он работающий и может прийти набрать номер домашнего телефона и позвонить значит куда-то значит а последний телефон вот у нас был в городе в 2004 году убран 2004 а первый общественный телефон появился в 1904 году 100 лет просуществовал это тоже говорит о том как быстро новшества сначала приходят но потом сотовые телефоны погодили да уходят вот то есть когда может быть сотовые телефоны уйдут и мы скажем что так так заканчать может быть еще немножко вот камень который говорит о том что здесь заложили в 43 году сквер победы ветераны об этом помнят и они обстояли чтобы его это название было вот памятник жителям военного Архангельска то есть там еще и кушка есть и так далее ЦУМ центральный магазин построен в 1950 году после войны тоже на месте где дома были сожжены американскими ой фашистскими бомбардировками вот давайте еще этот дом хотя бы этот дом интересен чем он Ракофия Тохова Николая Аксентьевича он интересный человек который имел много недвижимости у нас здесь и вот 913 да его внешний вид очень хороший вот крыльцо это говорят пределы оно было и в начале вот в этот план ахизик интересный а вот башенька впереди она говорит о чем обычно такие башеньки делали на переходе на стыке улиц чтобы извозчик мог знать где поворачивать эти башеньки были и и в 12-м году он умер и его наследие перешло внуку и его избраннице из Онежского района Безонежского района значит Мария Лязьмина и Валерия Валерия Прохора но скоро начинается 17-й год 18-й 19-й богатства много его надо куда-то идти и они это богатство все не возьмешь с собой и они решили его запрятать и отвезли монету вот в монете в 1888 году рабочие копали трошей проложить капель и наткнулись на клад кладе было 753 предмета золотых серебряных предметов это ложки вилки рюки и так далее вот часть из них здесь у Саши чьи эти предметы как клад определили а вот там был такой поднос Прохоров Прохоров вот причем еще неизвестно почему этим кладом не воспользовались они жили еще после в 1888 году еще жили дети которые к семье приобрели вот такие вот есть переплетения вот вот конечно это из Заневского музея ну конечно дом коммерческого собрания о нем много рассказано и написано я тоже не буду говорить о нем и вот закончим на этом это дом Рейцингера Рейцингер это известный маркадовский фотоколк он приехал в начале 20 века нет в конце 19 века сначала образовал маленькую фотографию утром хорова кстати поселился в доме снял утром хорова место потом выкупил этот дом и построил вот здесь свой дом здесь не было Рейцингер сам построил но небольшой домик построил домик вот такой пять окон вот пять окон построил дом но семья у него росла и в 1898 году у него уже было 13 детей надо было расширять и он пристроил вот второе крыльцо это уже пристройка к этому дому вот Рейцингер в 1903 году был избран по нашему мэру сегодня главой города и четыре раза переизбирался его во время его правления руководства города правления нельзя сказать руководству города бюджет города увеличится в несколько раз во вторых при нем впервые в Архангельске появилось автобусное движение автобусное движение было с Урицкого до Гагарина по Третьевому проспекту что значит автобусное движение автобусное движение это значит если вы нанимаете кучера Суридского до ну или отсюда до Гагарина 50 копеек вот кучер в автобусе платили 6 копеек то есть для гаража это было очень хорошо и второе автобус появился в России в Архангельске впервые вот Архангельск много во многих обязан ну не обязан а во многих был впереди в Архангельске это никто не оспаривает а первое движение автобусы перевел с Архангельсками оно правда недолго просуществовало это движение несколько месяцев потом автобусы были сожжены вчера 50 копеек у них упал доход до сих пор не ясно кто ну якобы керосин полился и так далее гаража были сожжены вот но в принципе и последнее вот рейтингер еще что можно сказать о нем очень хорошего в конце он очень много сделал для того чтобы появился в городе трамвай вот он появился после рейтингера но перед посылкой электростанция чтобы трамвай был электростанция разработка и так далее вот это рейтингер делал договорился о деньгах которые на электростанцию и так далее в столицу и так далее но он заболел в 14-м году очень тяжело ну по-нашему сказали рак мозга вот но быстро протекала болезнь ну город давал деньги на то чтобы он полечился въехал куда-то и так далее он отказался от этих людей он знал и в 14-м году он умер и после него стал доверять тот, который был доверен тот, он тоже неплохой доверен о, мэр боже на этом на мэрах и закончил вот потому что эта улица да и улица тоже нашим мэром готова то Чумбаров начал пасти Донской да потом Павленко уже после Донского пришел и делал вот а иначе сейчас будет не знаю чего а так сейчас очень хорошая шпода будет спасибо спасибо если есть вопрос спасибо спасибо Продолжение следует...